Привет всем рыбакам. Флет-метод подходит для ловли карпа и карася в первую очередь, но также можно охотиться за лещом, линем и другой рыбой в стоячей воде или на минимальном течении. Забивается прикормка и конструкция посредством специальных прессов, топталок или силикона или пластика. Качественный фирменный пресс формы имеют специальные углубления под насадки, для правильного ее позиционирования в горке корма. Где стоит ловить на флет-фидер? Как уже сказано выше, применяется он в водоемах со стоячей водой, пруды, озера, водохранилища. Дно в секторе ловли может быть разнообразное, в отличие от классического фидера, флет-кормушка за счет формы и веса отлично презентует насадку почти везде. Выл она проваливается гораздо меньше, а крючок не цепляется за траву, как как спрятан в корме. Кормушка всегда падает на тяжелое донышко, прикормка с насадкой повернутой вверх. И даже если мы закидываем оснастку на участок с растительностью, она с большой вероятностью просто примнет ее, создав на дне небольшой участок с привлекательным кормом и небольшим сюрпризом для рыбы в нем. С этой особенностью частично связана эффективность флета, рыбы чаще кормятся как раз на неудобных для рыбаков участках, роясь в илу или траве, а на осадках и при кормке. При кормке во всей фидерной рыбалке играет чуть ли не решающее значение, не обошло это и флет. Чтобы ловить, нужно кормить, причем качественно, а не самой дешевой сыпухой. Можно выделить два главных форм-фактора корма для флета, липкая сыпучая прикормка и различный мелкий пюлиц, предварительно замоченный или обработанный кипятком. В насадке применяются, как и в обычной карповой ловле, бойлы или пюлиц, со своими особенностями. Бойлы используются размером 8-12, круглые или дамбелсы в бочонке. Можно ставить тонущие, плавающие или сбалансированные, предпочитаю третий вариант, и рыбе удобнее засосать, и думать особо о плавучести не надо. Размер для пюлицов насадки аналогичный, как и остальные свойства, будет лучше, если пюлиц сбалансированный. Важные сведения о тактике ловли. Существует два основных подхода к ловле флет-методом, поисковый и локальный. Также при ловле двумя палками рыбаки зачастую одну всегда кидают в пятно с кормом, а второй ведут поиск. И у первого и второго способа есть плюсы и минусы. В стоячей воде активность рыбы и распространение аромата при кормке, как правило, ниже, потому не всегда тактика заброса только в одну точку приносит результат. Бывает и такое, что в выбранном месте просто неподходящие условия для рыбы, и она туда не приплывает. С другой стороны, поиск тоже не обязательно успешен. Для карпа бывает необходимо создать пятно с кормом, на которое он со временем подтянется. В ожидании в 15-30 минут, применяемая при рыбалке с флет-кормушки, бывает недостаточным, и просто размазывает корм по сектору. Рекомендую производить ловлю и карпа, и других рыб на фидер двумя удилищами с предварительным изучением сектора маркерным грузом. Найдя интересную точку, ставим в нее одно удилище, а вторым производим поиск с учетом рельефа и особенностей дна. Такой подход обеспечит нам максимальные шансы на успех. Если информация была полезной, то ставим палец вверх и не забываем подписаться на канал.